Здравствуйте! Здравствуйте! Лаура Маруловна, первый вопрос такой. Какая сейчас ситуация по заболеваниям туберкулеза и спида в Республике Това? Показатели ползаболеваемости туберкулезом, мягко говоря, у нас ситуация напряженная. Мы за 10 месяцев 2017 года взяли на учет около 400 человек, впервые заболевших туберкулезом. Если сравнить с прошлым годом, это в плюсе или мы в минусе? Мы идем в минусе, то есть в этом году у нас заболело больше. Но тут можно отметить, что в структуре заболеваемости, если рассмотреть, то у нас клинические формы, они улучшаются. Больше у нас выявляется с очаговым туберкулезом, это начальная стадия туберкулеза. То есть это люди, которые уже в конечном итоге пойдут к излечению. И в этом отношении можно сказать, что этот показатель у нас лучше. По заболеваемости ВИЧ-инфекции у нас в принципе ситуация остается стабильной. По федеральному округу, сибирскому федеральному округу мы занимаем одно из последних мест. Вот, например, если за 10 месяцев, в 2017 году у нас взято на учет 17 человек с ВИЧ-инфекцией, то вот рядом, например, в республике Хакасия, там больше 400 человек. Но по туберкулезу еще хотелось бы добавить, мы проводим 7 мероприятий, направленные на профилактику туберкулеза. И у нас вот установка такая идет среди врачей-фтизиатров. Лучше мы выявим в начальной стадии туберкулеза, возьмем его на учет, пролечим и излечим туберкулез, снимем с учета. Чем потом мы возьмем его с запущенной формой туберкулеза, которая уже не будет поддаваться лечению, от которой человек умрет. Лучше в начальной стадии. А сколько должно времени пройти от начальной стадии, скажем так, до последней степени? Ну, при туберкулезе, это срок, он идет индивидуально, но самый минимальный срок, вот сколько вот мы просмотрели, это месяц. И максимально человек может заразиться туберкулезом и не знать об этом в течение даже шести месяцев, года. То есть это заболевание индивидуально протекает, но в основном оно идет, протекает не, так сказать, медленно. Такой быстрый динамик очень редко наблюдается у людей. А с чем это связано? От состояния общего здоровья? Да, от состояния иммунитета. Если человек ослаблен, если у него идут сопутствующие заболевания, это ревматические какие-то заболевания, сахарный диабет, если он состоит на учете у уролога с заболеваниями почек, то тут уже быстрее протекает заболеваемость, заражение, и человек уже приходит к врачам более уже тяжелой, с тяжелой формой туберкулеза. Лаура Маруловна, есть какая-нибудь статистика о том, кто больше всего болеет туберкулезом? Женщины, мужчины, возраст какой? Ну, по статистике туберкулезом заболевает больше все-таки мужчин трудоспособного возраста. Это в возрасте от 20 до 49 лет. И не работающий, в основном, конечно, не работающий слой населения. Но также есть и часть населения, это вот наши инвалиды, пенсионеры, тоже подвержены этому заболеванию. И такая же ситуация просматривается по ВИЧ-инфекции. Там при заражении заболеваемости ВИЧ-инфекцией тоже наблюдается большая часть заболевает. Это молодые люди, мужчины. И тоже в трудоспособном возрасте от 20 до 49 лет. В процентном соотношении доходит от 60 до 70%. А если сравнить, например, если уйти на 20 лет или 15 лет назад, эти заболевания, они молодеют? Конечно. Вот если посмотреть в динамике, то да, вот идет все-таки тенденция к тому, что заболевает более молодой возраст. Как бы, если раньше хроническими формами туберкулеза больше болели люди преклонного возраста, то пожилого возраста, то уже контингент молодеет. Какие пути решения проблемы на сегодняшний день? В первую очередь это профилактика. Все-таки это профилактика для того, чтобы не заболеть туберкулезом. Это в первую очередь флюорографическое обследование, потому что это заболевание протекает незаметно. Человек не знает о том, что он заболел. И в первую очередь это флюорография грудной клетки. Также для детей это постановка пробы МОНТУ. Это от 1 до 7 лет. С 8 лет и до 15 лет это диаскинг-тест. При ВИЧ-инфекции профилактика. Это в первую очередь надо знать, как передается ВИЧ-инфекция. Она передается при половом контакте. Передается через инъекции. Это через грязные шприцы, как мы говорим. И передается от матери к плоду, к ребенку, к плоду. И поэтому, чтобы профилактировать, в первую очередь это защищенные половые отношения. Во-вторых, это все-таки лечение наркозависимых людей. И если вот идут инъекции, то использовать одноразовые инструменты, шприцы, иглы. И при профилактике заражения от матери к плоду, это в первую очередь грудное вскармливание не должно быть. Это ребенка переводят на искусственное вскармливание. А при туберкулезе вот тоже такой же путь заражения возможен, но возможен, если есть близкий контакт матери и ребенка. Его отделяют от матери. Вот при ВИЧ-инфекции в нашей республике чаще всего каким способом передается? Передается через половой контакт. В первую очередь это половой путь. До 70% передается. Затем идет инъекционный, как говорят по-медицински, парентеральный путь заражения. Это 24-25%. Ну и иные пути. При туберкулезе, если, например, у одного из членов семьи выявили все-таки это заболевание, то с остальными членами семьи вот какая работа должна быть проведена? Понятно, что того, кто заболел, должны как-то изолировать. Да. С остальными членами семьи их берут тоже на учет, но это уже четвертая группа диспансерного учета. У нас это группа, где наблюдаются контактные люди с больным туберкулезом. Их ставят на учет, их обследуют, но обследуют уже два раза в год. Это проводят флюорографическое обследование и при показаниях анализа мокроты на МБТ, на микобактерию туберкулеза просматривают и один раз в год проводят химиопрофилактику. В этом доме, где живет больной туберкулезом, проводят дезинфекцию. Текущую это выдаем дезинфекционные средства и проводят дезинфекцию. Это предметы личной гигиены, посуду, то, чем пользуется больной туберкулезом. Вы сказали, что проводятся профилактические мероприятия. Это какие конкретные мероприятия? Это по Республике Тыва у нас издан приказ, по Министерству здравоохранения. Если по России флюорографическое обследование проводят с 15 лет, у нас проводят с 12 лет. Это, во-первых, ежегодно мы отслеживаем, контролируем этот процесс. Ежегодно все должны проходить флюорографическое обследование. Затем мы проводим разъяснительную работу среди населения по тому, как можно проводить профилактику туберкулеза, как не заразиться туберкулезом. Мы проводим очень тесную работу с муниципальными образованиями, с мэрией города Козыла, потому как надо обрабатывать места массового скопления населения. Это и школы, и детские сады, и дома культуры, чтобы обрабатывались здесь средствами, чтобы везде вывешивали бактерицидные лампы. Так как доказано, что микобактерия туберкулеза, она погибает в течение пяти минут, если работает бактерицидная лампа. Какие будут рекомендации жителям нашей республики? Рекомендации хочу дать такие. Во-первых, это пройти флюорографическое обследование. Ежегодно мы проводим. Это по туберкулезу? Да, я вот говорю по туберкулезу. Это, во-первых, если есть какие-то жалобы на органы дыхания, это кашель, одышка, то уже не ждать, а идти к доктору и обследоваться у доктора, и в то же время пройти рентгенобследование. Это вот по туберкулезу. Детям проводить ежегодно туберкулинодиагностику. Это, я говорила, от года до 7 лет это проба МОНТО, с 8 до 15 лет это детский тест. И чтобы родители не отказывались от этой пробы. Потому что у нас отмечались случаи, когда родители отказывались от этого обследования. Оно безвредно, но в то же время можно выявить на ранней стадии какие-то признаки заболевания туберкулезом. По ВИЧ-инфекциях профилактика какая? Это, во-первых, защищенный половой контакт. Все равно какие-то отношения будут, но защищаться надо. Это, во-первых. Во-вторых, нужно использовать одноразовые инструменты. Это одноразовые шприцы, иглы. Если произойдет какая-то ситуация, когда, ну вот обычно это медицинские работники, да, ну могут и люди просто вот на открытую раневую поверхность, на слизистые оболочки, если попадает, ну кровь, да, чужого человека или слюна, сразу нужно обрабатывать и сразу проходить тест на ВИЧ. Это можно по месту работы пройти обследование, можно в спеццентре пройти обследование, но чем раньше, тем лучше. Скажите, а вот это вот обследование, оно платное, бесплатное? Ну, бесплатное, бесплатное. У нас все в рамках обследования на ВИЧ, на туберкулез у нас проходит бесплатно. А много ли у нас таких больных вот туберкулезом, именно которые уходят по улицам, например, города Кызылова, в общественном транспорте, вот именно с открытой формой? Вообще у нас состоит на учете с открытой формой туберкулеза 938 человек. Из них вот охвачены лечением у нас в противотуберкулезном диспансере. Это 300 с лишним человек по туберкулезным отделениям кожунов, там находятся на лечении тоже больные открытой формой туберкулеза. Мы как бы выписываем из стационара только больных при прекращении бацилловыделения. То есть они в эпидемиологическом плане у нас являются, ну, как бы не опасны для окружающих. Но есть категория больных, которые все-таки прерывают лечение, уходят из отделения. И за такими больными мы постоянно вот их вызываем, постоянно привлекаем к лечению. Такие больные, конечно, есть. Их у нас от общего числа где-то примерно 15% таких больных есть. И мы с ними работаем. Лаура Маруловна, по поручению главы ТУВ запускается новый проект «Победим туберкулез вместе» называется, да? Что это будет за проект, цели, задачи этого проекта? Ну, этот проект у нас работает с января этого года, 17-го года. Он практически уже заканчивается, можно сказать. И мы очень много мероприятий разработали. И они уже у нас проходят по всей республике. Направлены на профилактику туберкулеза все-таки. В первую очередь это профилактика. Второй комплекс мероприятий, он направлен на социальную поддержку больных туберкулезом, чтобы все-таки это не защищенные слои населения, чтобы как бы их поддержать во время лечения. И третий комплекс мероприятий, это направлены на поддержку работников противотуберкулезной службы. Ну, в этом году у нас все муниципальные образования, в принципе, активно работают в этом проекте. И уже к концу этого проекта чисто от муниципальных образований финансирование прошло около миллиона девятисот тысяч. На профилактику именно профилактических мероприятий туберкулеза и на социальную поддержку больных туберкулезом. Но у нас этот проект, он будет продолжаться, будет работать. И в 2018 году у нас разработан проект «Шаги к долголетию», где разработан ряд мероприятий, в том числе по туберкулезу. Поэтому мы дальше будем отрабатывать. И я думаю, что все-таки показатели и по туберкулезу у нас улучшатся в республике. Лаура Маруловна, время наше вышло. Спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель главного врача по лечебной работе противотуберкулезного диспансера ТУВИ, Лаура Маруловна Ананды. И говорили мы на тему профилактика спида и туберкулеза. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин